Можно сказать, что началось новое 22 июня 1941 года под тем событием, которое мы наблюдаем в Курской области. Ну вот, кстати, вы правильно подметили отличие 22 июня 1941 года от таких же событий, то есть враг своими силами, то есть танками, ракетами, пехотой, бронетранспортерами, пересек границу нашего государства и двигается вперед. Понятно, что на этом этапе, на каком-то этапе его остановили, но при этом он не собирается отворачивать. То есть он накапливает силы, туда поступают войска НАТО, которые являются костяком вот этих вторшихся военных. Вот из так называемого НАТО 500 тысяч резерва, о котором говорило официально руководство НАТО. Ну, то есть, да, все то же самое. С точки зрения как бы правовой, это начало Отечественной войны. Вот с точки зрения правовой. А с точки зрения последствий мы уже определим, наверное, что это Великая Отечественная, Вторая Великая Отечественная война. Хотя Великой Отечественной называли войну 1812 года, может быть, третьей ее назовут. Но это уже будет потом, после нашей победы, когда мы победим, и тогда мы дадим название этим процессам. Это понятно. Но сегодня, да, юридически именно вот этот факт имел место. При этом посмотрите, насколько профессионально ведут себя американские специалисты, враги, фашисты, которые это все организовали. Никто так это не называет. То есть даже нет ни одного заявления, ни одного государства о том, что недопустимости вторжения на территорию или что-либо подобное. Даже как бы формально, которые называют союзниками, тоже Белоруссии. То есть как это все замаскировано? Тихо, незаметно. Но я вам могу сказать, вот с точки аналитической, мы же не случайно говорили об этом еще в прошлом году, что будет вторжение в курс, да, и на нашу территорию в целом. С точки аналитической, вообще говоря, давайте просто сделаем анализ, который может сделать любой человек. Ничего тут сложного нет. С кем мы ведем у нас военный конфликт? С Соединенными Штатами Америки, не с Украины же. Я даже не откладываю в сторону факт незаконного статуса Украины. То есть у нас конфликт США. Именно его, Соединенные Американские войска, командиры, разведка, оружие, деньги, организация, не было бы Америки, не было бы этого конфликта. Я думаю, все это прекрасно понимают. И Путин об этом говорил. Причем конфликт у нас с ними, в их понимании с 91-го года, в нашем понимании где-то мы начали приходить к этой позиции только во времена, наверное, грузинских событий. Потому что даже когда убивали наших людей в Приднестровье, мы не говорили. То есть не было общественного понимания, что это конфликт с Америкой. Или когда была даже грузинская война, начали об этом говорить. Или когда была чеченская. Только Путин об этом говорил. Помните, он приходил в Госдуму и говорил, что большая часть командиров – это агенты ЦРУ. То есть Соединенных Штатов Америки. Кроме него никто это не говорил. Обращаю на это внимание. И на его эти слова во время чеченских войн. Никто, то, что называется, не обратил внимания. То есть они не были поддержаны в общественном мнении, а уж тем более в средствах массовой информации. То есть это конфликт. В 2014 году началась так называемая прямая горячая фаза конфликта с США. В виде нашего защитного контрнаступления. Но это именно с Америкой. А это означает, что совершенно по-другому надо рассматривать всю военную ситуацию и ситуацию, которая может привести к победе. Мы прекрасно понимаем, что те… Та логика, которой руководствуется общественное мнение, большинство средств массовой информации в целом, она к победе не может привести к поопределению. Потому что если это конфликт с Америкой, то никакие штурмы, никаких городов, никакие танки в принципе не могут на Америке нанести никакого вреда. На территории Украины, я имею в виду. Да и вообще в Европе. Это означает, что для них это конфликт абсолютно не несящий последствия. Отрицательный. А положительный, гигантский. Экономический рост промышленный в Америке за последний год 10%. Инвестиционный, я имею в виду. То есть это и сталинская индустриализация. По темпам строительства заводов, создания рабочих мест, повышения качества жизни населения и прочее, прочее. И все это прямая, прямой результат этого конфликта. То есть именно на этом, кстати, держится популярность Байдена. А не на том, что ему там 100 лет, понимаете. То есть вот именно в этом, то есть Америка прямо заинтересована в этом конфликте. Она его развязала и она будет вести его до конца. И здесь надо понимать, с точки зрения американского взгляда на вещи, что важнее, вот сейчас было наступление на курс. Что важнее, Херсон, Запорожье или Курс? Вот давайте любой из наших зрителей возьмет на себя роль аналитиков, но не сидящих в Киеве. Понятно, для Киева формально важнее Крым, Херсон и так далее. А вот аналитика в Вашингтоне. Конечно, им в принципе, что Херсон, что Запорожье, это все второстепенные для них места. Главное для них это Москва, то есть ликвидация России. В этом и цель этого конфликта. Ликвидация России, которую они задерживали, придерживали от военных методов 30 лет и, наконец, запустили этот метод ликвидации приблизительно года два с половиной назад. Вот что. Соответственно, все, что до этого было с точки зрения их стратегии против нашей СВО, это была подготовка, вторжение в сторону Москвы. Потому что все завоеватели всегда понимали прекрасно, что, чтобы уничтожить Россию, надо начать с уничтожения ее столицы. Это понимали и предыдущие в средние века многочисленные завоеватели, всегда шли на Москву и сжигали ее многократно. Я думаю, что наши зрители поднимут эти все исследования. Это понимали и в период смутного времени поляки, когда шли и захватывали Москву. И именно тогда на Москву шли Минины и Пожарские, чтобы ее освобождать от интервента, напоминаю. Это понимал и Наполеон прекрасно. И, разумеется, это понимал Гитлер. Это, естественно, понимают и Соединенные Штаты Америки, генералы и аналитики. А что, где дорога на Москву кратчайшая? Понятно, что через Курск, через Белгород. Ну, не через Запорожье же. Через Запорожье там кружить надо в два раза дольше, чем напрямую двигаться через Курск или Белгород. Именно поэтому вторжение, понятно, что подготовленное, причем подготовленное хорошо в общественном мнении, на Курск и Белгород было неизбежно. О чем мы и говорили, объективно. То, что они тянули его два с половиной года, ну, у них был такой расчет. Дальше мы прекрасно понимаем. Кстати, вопреки, опять же, нашим всем этим пропагандистскому сообществу, которое по-прежнему, ну, правда, уже немножко поменьше начали говорить, что мы уже победили, осталось там чуть-чуть, да? Но по-прежнему, как минимум, я смотрю, Гирькин сегодня заявил о том, что Курск – это ерунда, американцев почему-то, ну, и ВСУ, соответственно, интересует там Херсон, Новороссия и прочее. Ну, с какой стати вообще? То есть, очевидно, что это глупость, да? И вот это все проявляется сейчас. Конечно же, их интересует Москва. А чтобы дойти до Москвы, кратчайший путь через, соответственно, через Курск, через Белгород, там и Брянск зацепят. И не случайно Владимир Путин ввел контртеррористическую операцию в этих регионах. И не случайно Собянин все-таки одно дело, значит, участвует в пропагандистских кампаниях, а другое дело беспокоится за свою жизнь. Ввел специальное положение в Москве. То есть, Горосгвардия поднята по специальному положению, антитеррористическими планами. ПВО в Москве проведено в повышенную боевую готовность. Это не я, это Собянин говорит. Поэтому, я думаю, наши зрители могут легко на него выйти и посмотреть. Понятно, потому что само по себе, это не значит, что танки НАТО ворвутся скоро в Москву. Это означает, что они встали на движение к Москве. Напоминаю, что тот же Гитлер к Москве шел, и его остановили под Химками, сколько? Практически полгода, да. Он шел к Москве. И понятно, что это будет дольше сейчас, хотя расстояние тут поменьше, чем у Гитлера, но в силу разных причин. Но это главное направление, ради которого американцы вообще затеяли вот эту горячую фазу противостояния Киева с Москвой, скажем так, последние два с половиной года, которое мы называем СВО. И это именно вот это направление, этот поход. Он будет разворачиваться. Да, его там отобьют, вот как сейчас наши герои отбили его в Белгороде, молодцы. Но сегодня отобьют. Дальше, завтра тоже отобьют. Десять раз отобьют. Ну, НАТО-то ресурсы бесконечные по отношению к нами. Значит, на одиннадцатый раз они продвинутся. И вообще, если бы могли отбить, иногда у нас говорят, да, мы там одной левой, значит, сейчас там все это подаем. Могли бы подавить одной левой, и два с половиной года не было бы СВО. Я думаю, все это должны понимать. И оборонять те же территории Курской области. Вот ни на чуть, ни чуть не сложнее, чем оборонять территорию Донецкой республики, где у нас, по-моему, продвижение по некоторым направлениям за два с половиной года, там километров 20. Понимаете? Всего лишь. Так что нам, да, предстоит вот этот этап. Пока американцы его маскируют, то есть пока нет вот этого островая сторона, огромное понимание населения, все-таки в этом плане они мастера информационной борьбы. Но мы с вами должны понимать, что на каком-то этапе, через сколько-то месяцев, этот аспект станет ключевой и главным. И дальше уже пойдут эти процессы. Да, я хотел сказать, что, конечно, не танками в Москву, конечно, Москву госпереворотами, майданами, налетами, в том числе бомбардировщиков, как это делал Гитлер. Но это как бы ключ, американский ключ. Но при этом это на фоне московского, в сторону Москвы, наступление вооруженных сил НАТО по кратчайшему расстоянию. Так сказать, ну, плюс к этому добавятся, конечно, на каком-то этапе налеты из Финляндии, Норвегии, членов НАТО, то есть Польши по Калининградской области. То есть будут подключены, и не случайно в Белоруссии там все-таки привели в повышенную боеготовность войска. Но я не думаю, что это будет в ближайшие месяцы, недели. Но это будет вполне себе в обозримом будущем. Почему не будет быстро? По той же простой причине. Американцы не хотят, хотя у них есть ресурс, они могут там подтащить томагавки, как это сделали в Югославии, хоть завтра. Их там достаточно, да, там просто десятки тысяч томагавков или ракет такого же класса. И боеготовности НАТО находится 500 тысяч, как уже нам заявили. Думаю, больше. Но они не хотят спугнуть свою удачу. То есть если они слишком резко рванут, то в стране может возникнуть хаос, при котором пятая колонна в России упадет, и Путин быстро ее подавит. Да, вот в этой обстановке определенной неуверенности, нестабильности, непонятности. Поэтому они предпочитают действовать надежно. То есть, грубо говоря, продвинулись на сантиметр, посмотрели, все нормально, реакции нет. А солдатам для этого не жалко. То есть, в принципе, ну погибнет там миллион уроженцев Украины, Польши, Германии, Франции и так далее. Два миллиона погибнут. Ну, это им не жалко совершенно. Это никакого значения для них не имеет. Потому что при медленном продвижении, конечно, потери во много порядков выше, чем при, допустим, резком нападении. Но тем не менее, вот они этого боятся. Боятся, что они потеряют контроль. Вернее, пятая колонна во власти в Москве потеряет контроль за ситуацией. Потому что в случае резкого обострения могут быть резкие действия, со стороны Путина, оправданные народом и поддержанные части правящего класса. Поэтому они предпочитают действовать очень аккуратно, медленно и поэтапно. Что мы сейчас и наблюдаем. И вообще все операции с Курском именно такой движение. И посмотрите, как американцы ее называют. Мы ее поддерживаем, но мы о ней не знали. Мы на ней не разрешаем использовать вот эти ракеты. А надо их использовать по Крыму, который для них второстепенен в этой ситуации просто на порядок. То есть, понятно, что они маскируют вот эти действия. Им активно помогают все шпионы-патриоты в российских средствах массовой информации. Не случайно сегодня очередную, по-моему, пять этих телеграм-каналов шпионских закрыли. Ну, не закрыли, а объявили иностранными агентами. Кстати, те самые каналы, которые больше всего наезжали на ноту. Я думаю, нам надо поднять нашим экспертам аналитику их наездов. Я помню, их было много. Как раз вот этих каналов. Естественно, это было отслежено на уровне главнокомандующего, и Минюст принял соответствующее решение. Но, тем не менее, мы видим постоянную поддержку со стороны Владимира Путина национально-освоительного процесса, конечно, в той виде и в форме, которую можно поддержать. И тут я хотел бы обращать внимание. За нас, за народ, он работу сделать не может. Помочь народу может. Но за него принять решение из-за массовое движение под названием национально-освоительное движение, он работу по формированию общественного мнения сделать не может. Поэтому его поддержка, вот как с этими ударами по вот этим каналам пятой колонны, которые мы сегодня наблюдали, она в рамках именно поддержки, а не в рамках замещения нас своими силами и возможностями. Вообще ситуация действительно поразительная. Вот у нас же ребята были на форуме армии, который только прошел. Ну, казалось бы, где как не там говорить о нависшей опасности? Ни от кого, ничего не было сказано вообще про нападение на Курскую область. То есть говорили только нодовцы, которые там присутствовали. Про это больше вообще, как будто это никого не интересовало, как будто этого не произошло, рядовое абсолютно событие. Но ведь вдуматься, мы получили официально оккупацию десятков населенных пунктов. Там тысячи человек оказались, их гонят в полон, как, я не знаю, как фашисты гнали. И как бы вот тишина по этому поводу. Вчера на Сармат-мобиле вот проезжали народ, будили тоже, значит, все пляшут, танцуют, СМИ продолжают народ усыплять. Вот это можно сказать. Вы правы, я вам поднял сегодня, опубликал у себя, пришла статистика. За прошедший год на 20% увеличились расходы на всевозможные развлекательные шоу и компании. На 20%. Вообще за год это огромная цифра, вы понимаете, да? То есть просто люди пошли в пляс, как будто это вот последний балл в их жизни. Вот это массово пошли. То есть это же касается статистики в отношении всех развлекательных заведений страны. Так что да, вы здесь абсолютно правы. Но еще раз говорю, что этот процесс американцы сумели нас усыпить. Во многом, конечно, они это сделали за 30 лет, не только за последние пару лет. Все-таки вот эта программа Сороса, с которой так и не удалось справиться, и Баунский учебный процесс, единый госэкзамен, вот это оболванивание людей, оно дало свои результаты. Это все-таки 30 лет. Это сегодняшнее поколение, которое формирует жизнь, оно как раз вот начало, воспитывалось как раз американцами. И именно оккупантами. То есть это вот до сих пор уже не выполнено. Сколько ему уже этому требованию Путина, и Медведева еще как президента, уже почти лет 20, наверное, они требуют учебник истории правдивый, един. Его же до сих пор нет. Так, секундочку, 20 лет нет. И причем эти требования в десятки раз излагались. Ну то есть есть вещи, которые просто в наглую делаются. И это сказывается, потому что я вот иногда езжу, когда на некоторых, раньше вот висели в московских улицах такие плакаты, видно, неравнодушные люди написали, что войны выигрывает учитель. Вот наш учитель, это американский учитель Сорос. И, соответственно, он помогает американцам пока выигрывать вот этот конфликт. Но это как бы негативная, но есть позитивная сторона. Мы 100% готовы их победить за буквально за пару недель. Вот 100%. То есть технически у нас все. Это, кстати, расслабляет. Это расхолаживает. То есть когда, может быть, в той же ситуации, если бы не было вот этого гарантия в виде стратегического обнаружия, может быть, что-то сделали быстрее, там, мобилизацию, ну, другие методы искали бы раньше, да, активно страну подняли бы. А сейчас даже те, которые патриоты во власти вокруг Путина, они думают, ну, в принципе, гарантии есть. Есть. Ну, значит, давайте еще отложим вот нодовские реформы. Ну, раз она есть, то, грубо говоря, а риски тоже существуют. Давайте отложим. Поэтому вот это тоже наблюдается. А то, что вы говорите, ну, да, сейчас так. Но я не думаю, чтобы это сохранилось при дальнейшем наступлении натовских войск в сторону Москвы. Понимаете, я не буду называть там, естественно, никакие населенные пункты. Я не думаю, что эта вот позиция может продержаться долго. Вот эта позиция полного неприятия и отрицания каких-либо проблем по линии Белгорода, Курска и так далее. Игорь Васильевич, а почему все-таки вот на ваш взгляд получилось, что у ВСУ вот такой бросок закрепиться получилось? Вроде как и оборонительные линии строили, и выделялись, наверное, что называется, средства там, видите, показывали, как там и Курску, и Белгородску, вот эти приграничные зоны так сказать, укрепляют. Вроде как бы, казалось, ну, с одной стороны, с другой стороны, да, казалось бы, ну, вот это же как бы граница с, так сказать, противником, то там должно вдвойне, втройне быть усилена, значит, оборона. То есть, и раньше не нападали. И почему сейчас это случилось? То есть, это связано... И обратите внимание. Да, вы правы. И обратите внимание, в том же Белгороде враг не прошел. Хотя он там тоже наступал. Об этом мало говорят. Но фактически наступление было и по линии на направлении Курска, и на направлении Белгорода. И, по сути, оно было равными силами. Те же натовские войска. Но там он не прошел, а здесь прошел. То есть, мы должны с вами понимать, что он здесь прошел, потому что ему здесь каким-то образом пятая колонна расчистила дорогу. Давайте будем называть вещи своими нами. Почему там вместо опытных солдат оказались призывники, фактически не имеющие никакого военного опыта? Ну, как так получилось? Они же там оказались, оказались на пути движения врага. Враг об этом знал. Почему не было... Действительно, Гурулев здесь прав. Почему не было... Это же элементарные вещи. Нельзя такие войсковые части сосредоточить незаметно. Значит, почему об этом не было... Это не было учтено в военном планировании. А если учтено, а если об этом даже доложили, почему это не учли при формировании? Знаете, мы с вами должны к этому вопросу подходить, не пытаться найти кого-то там нехорошего, плохого, а подходить системно. А системный подход говорит о чем? В условиях оккупации у врага тысячи вариантов, каким образом подыграть, так сказать, своим действиям. Тысячи вариантов. И не случайно был 1937 год. Он же был не просто так, а понимали прекрасность люди, политики того времени, что та действующая государственная машина, в том числе и военная ее часть, которая была в 30-е годы прошлого века, не готова к войне. Не потому, что они были глупые или неопытные. Что, Тухачевский был глупый? Нет, конечно. Или там Убаревич, или там Ягода, или кто там вот эти все вот эта толпа народа, которая была. Они просто были не наши. Они были часть иностранной государственной машины, замаскированные тогда под советскую. И это прекрасно понимало руководство, и Сталин понимал. И поэтому были вот эти процессы. И в ответ на ваш вопрос, если кто-то хочет задать вопрос, почему, приложите к нашему ролику выступление Вышинского генерального прокурора на этом процессе. Он прямо говорит. Те генералы, маршалы, которые были на этом процессе, планировали, они это не сделали тогда, обратите внимание. То есть, это не в результате их предательства был процесс, а до их, ну, предательство, наверное, уже было, но до их действий активных по реализации своего предательского замысла. Он прямо говорит, они планировали капитуляцию советской армии и поражение советской армии в процессе военных действий. Это был конкретный план. И этот план был реализован под руководством иностранных кураторов. Так это и было сказано. И это не вопрос, еще раз говорю, персонали. Это вопрос части системы. Если наше государство 35 лет почти, ну, 33, да, с 91-го года строилась как американская провинция американского однополярного мира, как говорит Путин в Мюнхене, то, естественно, его формат чиновников, военных, политиков, экономистов, предпринимателей формировался как формат иностранной системы. Разная степень. Кто-то вообще открытый агент. Как вот Нарышкин сказал, что у нас больше 80 тысяч иностранных агентов подготовленных в Соединенных Штатах Америки находятся в российских органах власти, в политической системе, в средствах массовой информации и так далее. Больше 80 тысяч. Так, на секундочку. И то это не все. Потому что он говорил только одно или двух программ. А их там много, этих программ. Подготовки иностранных агентов. Естественно, это в полном объеме касается и военной части государственной машины. Ну, может быть, не в таких острых форматах, как чистая политика, но касается. И вот это, соответственно, на огромном фронте, в тысячу километров, вполне у американцев хватает сил, чтобы подготовить дырку. Вот вполне хватает. конкретные фамилии, пусть там разбираются соответствующие органы. Мы делаем политический анализ. И мы как политический анализ говорим, иначе, вот послушайте, и не могло быть. То есть, не могло быть. Когда я говорил о том, что будут беженцы из Курска год назад, то есть, вы же понимаете, беженцы, это уже состоявшееся, успешное наступление на нашу территорию. Правильно? Ну так ведь? То есть, мы уже понимали, что оно будет успешно. Когда в 2014 году и до этого многократно говорили, в том числе, я говорил об этом на телевидении, что будет тяжелая специальная военная операция, то под тяжелой понимается именно этот аспект. Не военный аспект, а аспект капитуляции российской власти перед лицом начальства из Вашингтона. Неважно, где оно находится. Поэтому мы с Вами должны понимать, американцы равно управляют и через Киев, и через Москву, в Москве через пятую колонну имеется в виду. Равно и через систему, создавая правила. И поэтому они, Лукашенко правильно сказал вчера, фактически он повторил то, что мы говорили многократно в течение 15 лет. Он сказал, что я общался, сделайте ссылочку и на него тоже, чтобы наши зрители посмотрели, что я многократно общался с разными чиновниками в Европе об Америке и их позиция, что они специально организовали внутренний конфликт, как он говорит славян. Специально. И это так и есть. Это гражданская война, а Путин об этом говорил. Но она организована через центры и в Москве, и в Киеве, и в Минске, кстати, тоже. Поэтому не решив проблему суверенитета, мы не решим проблему этого конфликта в принципе. Зависит от американцев, пока не будет решена проблема укрепления суверенитета с помощью нодовских реформ. Сколько будет длиться этот конфликт, а он будет длиться вечно, подчеркиваю, им не нужно его останавливать. У них нет никаких мотивов, чтобы это прекратить. Это у нас почему-то какие-то идиоты говорят, что вот там изберут Трампа, и почему-то Трамп типа вот произойдет чудо, и он откажется от политики, которая Америке приносит невиданный экономический рост и процветание и лидерство. С какой стати? Вот хоть один аргумент. Нет почему-то вот ему вожжа попадет под хвост и он так решит. То есть это тоже пропагандистская кампания врага, которая даже несмотря на то, что Путин говорил, что Трамп для нас хуже, чем тот же Байдер. Пропагандистская кампания врага, задача которой нас расслабить, не дать возможности расшифровать наступление на нас как начало Отечественной войны и соответственно включить в нас фактор политической мобилизации народа и государства с использованием всех инструментов для победы. В первую очередь, конечно, главного инструмента это стратегического ядерного оружия. Триада подводной лодки, российские ракеты РВСН и авиация. Вот технология. Но это технология против Америки. А нам запрещено говорить, что враг Америка. А искусственно придумали врага в лице Киева. Да, Юрий Мельсович, вот вторая часть вопроса по поводу того, что почему все-таки вот перешли эту красную линию. То есть, ну, были же, да, какие-то явно договоренности, мы же знаем прекрасно, там и труба работает, нефть качает, и там другие вещи происходят вот эти договорняки разного олигархов. Почему сейчас вот этот момент нарушен? Как бы со стороны. Потому что договорняк невозможен между начальством и подчиненным. А если он состоялся, то это обман начальства всегда. То есть, в принципе, американцы не собираются с нами договориться. Им это не надо. Они получают результат, действуя определенным образом. На нижнем уровне их генералы обманом договориться о чем-то могут, по мелочи. Но это для Америки не считают, что для них это являются какие-то решения обязывающих характер. Это просто тактический обман. Вот бусы для туземцев. Вот когда бусы дарили туземцам, это обман был по сути своей. Конечно, обман. Но такая форма обмана. Так что я не вижу, чтобы тут вообще Америка что-то нарушила. Потому что мы сразу говорили, что они так будут действовать. Всегда. Даже удивительным было, что они не делали это раньше. Видно, не готовы были с точки общественного мнения. Понимаете? То есть почувствовали, что все-таки не хотели рисковать. И они сейчас ничем не рискуют. Обратите внимание, вообще ничем. То есть вы говорите, перешли красные линии. Их нет. Потому что все красные линии они заранее прощупали. Вот они позавчера объявили о том, что будут поставлять ракеты дальностью до 900 километров. Ну как объявили? Сказали, что обсуждается вопрос поставки ракет из Америки дальностью 900 километров. 900 километров это накрывает Москву, Нижний Новгород, Великий Новгород. Так чтобы было понятно. Вологду накрывает. Ну Санкт-Петербург пока не накрывает. Ну туда и из Финляндии легко накроет, прилетит. Вот они это говорят. Для чего они это говорят? Это же как бы софсекретная информация. Вот по идее за это тут же должна ФБР американская схватить этого журналиста, который эту информацию и в тюрягу. Да специально они подали информацию, чтобы проверить нашу реакцию. Прошли по московским кабинетам, реакции никакой. Будьте уверены, ракеты будут поставлены. Вот точно. Ракеты будут поставлены. И мало того, то есть это просто их технология такая. Те же самолеты. Ну почему они их не поставляли два года назад или полтора или год? Вот сейчас только начали. Потому что почувствовали, что возникают какие-то риски победы нот. Вот чувствуют, что там зашебуршалось что-то вокруг Путина. Вдруг начнется процесс, который они не смогут контролировать политически в Москве. Соответственно они только об этом и говорят. Мы поставим самолеты, поставим самолеты, поставим самолеты, но не поставляют. Сейчас начали поставлять. Ну во-первых, потому что уже надо готовиться к наступлению на Москву, а там без самолетов никак. Ну во-вторых, потому что нет реакции. То есть позиции пятой колонны в Москве во власти достаточно прочные, чтобы гарантировать Соединенные Штаты в этот процесс для достижения цели ликвидации российского народа и государства. Так что я бы не говорил это о красных линиях. Или сказал бы словами Путина обманули дурака на четыре кулака. А вообще давайте мы как-нибудь сделаем ролик сколько раз Путин говорил, что нас обманули. Да. Давайте. что действительно это два, да? Вот чтобы нашим людям было понятно что такое красные линии и что такое как бы договариваться. не Путин с ними договариваться. Олигархи возможно, да? Какие-то промежуточные фигуры, но это все подтанцовка врагов. Да, Юрий Алексеевич, вы еще сказали, что вот эта наша возможность быстрой победы, она там расхолаживает неких патриотов. Ну, тут как бы возникают вопросы тогда, патриоты ли они? раз и как бы ну, вот эта гарантия, она же на самом-то деле гарантия только с одной стороны, но она не гарантия вообще всей победы. Я имею ввиду, что американцы же могут тот же госпереворот совершить, другие какие-либо действия, для того, чтобы мы не воспользовались этим фактором ядерного оружия. Вот даже к примеру, вы, кстати, об этом тоже говорили не раз, мы в интервью обсуждали, спрашивали, разговаривали с разными РВСН-щиками, уже не с первыми, ну, такими высокопоставленными довольно офицерами, у них вообще все хорошо, они считают, что технически там якобы у них нацелено, значит, и как правило у них, ну, как вот отмечают наши соратники, либеральные взгляды у вот этих вот ракетчиков. То есть все-таки насколько вот эта вот гарантия-то она гарантия? Ну, во-первых, Путин сам сказал о том, что именно в ракетных войсках стратегического отношения больше всего работали ЦРУшники. Помните, был такой ролик, на него тоже можно найти сослаться. Ну, вообще работа ЦРУ это вербовка, это вообще штатная работа любого ЦРУшника, его задача вербовать, тем более размещенного в войсках стратегического назначения, то есть в ракетных частях. И вот представьте себе маленькая ракетная часть. Она маленькая, потому что там в принципе только ну что там батальон охраны, может быть полк. По сути и сами ракетчики и все. Ну, а кто там еще в этом городке? Это же не дивизия там численностью 5000 человек, правильно? Поэтому это маленькие вообще обычные военные городов. И в нем находятся 2-3-4 ЦРУшника, которые живут там десятками лет. Ну, жили. Естественно, это общая баня, общая чипок, ну, скажем, кафе, военное там название, да, кафе, военное кафе, общая столовая, общая жизнь, общие шашлыки, общий спорт, общие концерты, когда приезжает туда какой-то, значит, привет артист. Все общее. А это профессиональные вербовщики. А там молодые лейтенанты после выпускники военных училищ. Ну, они же начинают с лейтенантов. Ну, понятно, что объем завербованных в РВСН военнослужащих, а понятно, что завербованные так или иначе есть во всех родах войск, да, вот недавно этот завербованный угнал, например, вертолет, потом его настигло в Ожмежде в Испании, да, то есть, это так бывает. Даже вот герой Великой Отечественной войны, как Пинковский в Советском Союзе оказался завербован ЦРУ, полковник. Поэтому так бывает. Так вот, процент вот этих завербованных в РВСН, конечно, на порядок больше, а главное, там создается другая либеральная, как вы сказали, атмосфера вокруг вот этого. А это же ребенком жвачку привезут, там кому-то часы с мелодиями, кому-то магнитофон, кому-то записи, кому-то кого-то устроит сына, значит, на бесплатное, значит, обучение в Оксфорде. Ну, а почему нет? Для этого ЦРУшники же там и сидят, понимаете, вот в этих военных городках. И все пошло-поехало. Поэтому я не считаю, что мы можем опираться на людей, которые долгое время прослужили бок о бок с ЦРУшниками с точки зрения их гарантированного патриотизма. Я так не считаю. Другое дело, что не случайно Владимир Путин особое внимание уделяет подводникам, хотя, в принципе, там на единицу ракеты, как вы понимаете, расходы на порядок больше. Цена ракеты и там, и там одинаковая. Что в подводной лодке, что, значит, в шахте РВСМ. Ну, шахте РВСМ просто бетоном все залили и ракету туда спустили. А то и вообще она перемещается значит, нам подвижно в комплексах, как вот на парадах в Москве бывает, мы видим, да, которые, ну, сколько стоит этот автомобиль? Ну, понятно, дороже обычного грузовика, но не суперсильнее, вот согласитесь. А там вообще подводная лодка, представляете, там цены какие. Каждая лодка под миллиард долларов, если вам помню, как-то считали, стоит. И это отдельно еще цена ракет, которая такая же. Поэтому там не случайно именно президент все время развивает этот вид вооруженных сил, все время лично туда ездит, встречается, открывает, потому что, я думаю, он все-таки ставку основную делает на подводника, потому что там ЦРУ не поработало так, как оно поработало с РВСН. Ну, слушайте, ну, если у нас все государство американское, почему РВСН не должно быть американским? Вот так, по-честному. Почему нет? Если карьера зависит от них. Да, кстати, Алексеевич, к слову, нападение на Курскую область было совершено в годовщину трагедии с подводкой Курска. Вот именно. То есть, это все было продумано в одном ключе пропагандистском американцам. Поэтому я бы сказал, что там, конечно, РВСН надо... Почему мы и предлагаем создать командование стратегических сил, принять закон, вот среди наших предложений, НОДовских, принять закон о главнокомандующем, которого определить как главного закона о главнокомандующем Российской Федерации для того, чтобы он контролировал вот эти стратегические войска. Понимаете? И кроме, теперь на ваш вопрос, почему, значит, патриоты... Ну, понимаете, для того, чтобы национальным силам взять власть в Москве, путинским силам, Путину, и патриотам страны во главе с Путиным взять власть в Москве у американцев, это вообще в принципе риски по-любому, да? Поэтому логично и разумно люди, которые подготовлены президентом Путина для взятия этой власти, а, конечно, такие есть, НОДовцы, да, ближайший круг, они должны учитывать, что риск, все-таки риск есть, и человеку свойственно, когда есть риск, ну, то, что называется, откладывать решение. Тем более, во многом нужно еще и готовить ситуацию в народе, и если народ не готов, то он не поддержит такого рода смену власти на национальные силы, потому что ну, вы же понимаете, народ же возбудят вот эти все шпионопатриотические каналы якобы, шпиона якобы патриотические, которые патриотической риторикой, они же возбудят, они же начнут как бы подавать это в другом ключе, телевизор подаст это совсем не в том ключе, ну, не знаю, скажут, что это узурпация, незаконно, еще что-нибудь, и подадут через призму патриотизма, поэтому я считаю, что этот риск, он в том числе нужно учитывать в этом риске и неготовность общества и народа к национально-освоительной смене власти на путинскую, то есть вот та битва национально-освоительного характера, о которой говорил Путин, в том числе в контексте смены власти, поэтому это вопрос, который много в этой формуле цифр и векторов, влияющих на процессы, и я думаю, что именно президент должен решить, когда сегодня еще рано, а завтра уже поздно, понимаете, вот президент решит, когда вот этот баланс рисков и процессов не сложится таким образом, что, грубо говоря, возникнет точка, точка, когда надо будет Путину брать власть и национально-освободительным силам. Давайте мы оставим его президента. Ну, кроме того, по большому счету, в формате исторической реальности, а что произошло? Ну, что произошло там с 14-го года, или даже что произошло с 2000-го, когда Путин стал президентом? Вот, что произошло? Ничего. Чеченскую войну отбили, грузинское нападение отбили, ну, так вот, взгляд, то, что называется, через несколько десятков лет в учебнике истории, да? Ну, да, идет специальная военная операция, да, она идет тяжело, но там, в принципе, нету такого, чтобы катастрофическая динамика событий была, понимаете? Нет уже? Согласны? Ну, как-то. катастрофическая катастрофическая нет, в судьбе человека, конкретного героя, который там в окопе, да, а в судьбе со стороны, как бы, истории нашего народа и государства, нет. Поэтому я не считаю, что надо вот именно сейчас немедленно совершать национально-освоительную, национально-освоительный процесс, реформы, взятие власти Путином и национально-освободительными силами, вот просто потому, что надо срочно как можно срочнее, понимаете? Я исхожу из того, что это должно быть все-таки выстроен баланс расстановки сил, в который шансы победного свержения американской власти в Москве у Путина будут максимальны, то есть, когда он будет наиболее силен и народ будет в большей степени на стороне национально-освоительных сил, а противник будет наиболее слаб, и к этой слабости противника относится в том числе и консолидация народа, которая возможна только перед лицом реальной гигантской опасности для Отечества. Народ пока этого не понимает. Она будет, эта гигантская опасность, но сказать, что вот она уже сейчас состоялась, я бы все-таки так не сказал. Согласны со мной? Да, ну просто у нас пример еще раз всегда перед глазами все-таки Советского Союза, который обладал ядерным ракетным оружием, мощнейшим и вооруженными силами, и который проиграл холодную войну, и не спасло ядерное оружие Советский Союз. Вот как вот все-таки такой фактор тоже имеется. Потому что ядерное оружие для войны. Понимаете? Если войны нет, ядерное оружие это ничего не значащий фактор. Вот сейчас война называется специальной военной операцией. Она разрастраивается, она усиливается, она реально выходит за рамки вот, грубо говоря, вот этого формата. То есть она приводит, и она обязательно приведет к ситуации, когда мы встанем перед лицом жить или умереть. И вот в этой ситуации оружие любое. И есть фактор спасения, а уж тем более ядерный. А в Советском Союзе этого не было. То есть американцы сумели так организовать ликвидацию Советского Союза, благодаря ременовским идеям, кстати. То есть все-таки Советский Союз это был не просто союз, а это было государство, борец с русским государством. И, соответственно, его идеология была не патриотическая, а марктистская. И, соответственно, сам формат Советского Государства не предполагал патриотизма. Не случайно Сталину пришлось уйти от формата Советского Государства и создать Государственный Комитет Обороны и так далее. Там же, напоминаю, что за время Великой Отечественной Войны не было ни одного заседания Совета, понимаете, в Советском Союзе, в котором как бы Советы главная власть. И тут оказалось, что они не власть. Вот от этого пришлось. А дальше Советы взяли свое, сепаратизм взял свое, ленинско-марксистский. Так что там немножко другая, ну как, немножко, существенно другая ситуация. И, кроме того, Советский Союз, самый главный аргумент, Денис, он же не распался, он юридически существует. Это СМИ так сказали, что он распался. Мало того, у Советского Союза есть ядерное оружие в количестве уровня сверхдержавы, то есть только у нас, у американцев такой уровень. То есть ничего не произошло в плане вот окончательной точки или полного распада Советского Союза. Этого просто не было и не произошло. То есть, по сути, мы только сейчас с вами начинаем защищать Советский Союз. Да, путем его восстановления, но защищать. И у нас для этого есть ядерное оружие, созданное в Советском Союзе. Обратите на это внимание. Поэтому точка не поставлена. А где она может быть поставлена? В каком году можно было поставить точку ликвидации СССР? В 91-м, в 92-м, в 93-м, в 95-м и в 2000-м такой точки не было. С точки правовой стороны вопроса. Так что я бы сказал, что часть народа только, наверное, есть и такие, которые только сейчас начали догадываться у Советского Союза на уровне такого психологического восприятия реальности. Ну и что тут еще важно сказать? Советский Союз, ну, вернее, Россия как провинция американского однополеона мира, говоря словами Путина, часть американской машины, в том числе военной машины, в том числе в сфере ядерного оружия. Поэтому нам придется проводить реформы НОДа, чтобы запустить процесс ядерного оружия. То есть вот он есть, это оружие, до него дать стать одной рукой можно за один день, но до него надо добраться с точки зрения реформы власти. Понимаете? А это реформа власти, это НОДовская реформа власти. И вот этот ключевой момент, а уже после него ядерное оружие включается как фактор сдерживания Соединенных Штатов по мере. Раньше победы НОДа, мы его не включим, его американцы не дадут включить, те американцы, которые сидят в Москве. Понимаете? Не будет. Поэтому это спасение есть, но оно недоступно для сегодняшней системы государственного строительства в России. В принципе. И, кстати, вариант с ядерным сдерживанием Путин же предложил еще до специальной военной операции. Помните, когда говорил о красных линиях? Он же прямо сказал. И сейчас он подчеркнул. Единая комплексная безопасность, это целевое единственное сдерживание. Семь лет назад он предложил удары по центру принятия решений. Что такое удары? Ну, чтобы ударить, надо же нацелиться. То есть удары это удары по превентивным целям, то есть заранее поставленным целям. То есть предложение Путина прямо противоречит той доктрине, которая сегодня написана об ответ на встречном ударе. Потому что ответ на встречный удар не предполагает удар по центру принятия решений. А по центру принятия решений предполагает, они же стабильны, долговременные центры принятия решений. Они же не перемещаются, как муки в полете. Соответственно, они заранее вычислены, и в отношении них превентивно надо осуществить нацеливание. И о нацеливании может быть, поскольку это фактор политический, только публично. Вот в Карибском кризисе сработал механизм не поставки ракет на Куб под видом сельхозтехники, кстати, а обнаружение ракет на Кубе направлено на территорию США. Понимаете, да? Вот с момента, с этого момента пошел Карибский кризис. А не с момента, когда ракеты были разгружены в портах Кубы. Так что те выходцы из РВСН, о которых вы говорите, ну, во-первых, они, конечно, шпионы и предатели. Во-вторых, они изначально говорят ложь, лукавят. Потому что даже для них очевидные вещи, что нацеливание работает только при публичности процесса нацеливания. Ну, это просто логика ребенка. Понимаете? Так что они вас обманули. Вы просто отбрехались, то, что называется. Вот и все. Ну, Но нас ты не обманешь. это они... Логику не обманешь, конечно. Логику не обманешь. Мы дурака больше. Евгений Алексеевич, ну вот сейчас вы про советы тут вспомнили. А я вспомнил лозунг. Вся власть советом был такой лозунг. Вот у нас пора лозунг вся власть Путину запускать, как вы считаете. Все-таки вот в Белгородской области уже режим чрезвычайной ситуации там, да, не положение, а ситуации. Ну, беженцы нарастают, бомбардировки нарастают, так сказать, процессы... Пятая колонна, кстати, готовится. Мы видим, как она тут вот тоже не дремлет, постоянно прощупывает внутри информационно то там, то сям куснет, куда качнется общественное мнение. не пытается действовать, вот те же антимиграционные, так сказать, подготовка бунтов. Пора лозунг-то вся власть Путину нам поднимать. Ну, Путину, да, вся власть. Ну, я бы все-таки этот лозунг определил на бумаге, как мы с вами в свое время говорили. То есть, да, вся власть Путину, но я, понятно, что не Путину, понятно, что вся власть государства России, да, то есть, вся власть народу России в лице Путина. Давайте мы конкретику лозунга немножко с ней поработаем, ладно? Хорошо. Ну, вот, Белаусов создал координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Значит, вот, кстати, на том же форуме армия поднимали вопрос, связанный с тем, что недостаточно функцию Совета безопасности. Значит, вот, почему не переходим опять ГКО? Или как можно это перейти? Как-то можно ли усилить еще вот этот инструмент силового контроля, что ли? Или это все равно пройдет только через, условно говоря, национально-освободительную революцию, и по чуть-чуть здесь никаких вариантов нет? Тогда вот, никаких вариантов решить проблему по чуть-чуть не существует вообще. Потому что никакая власть, а у нас американская власть, как Путин говорит, однополярный мир, один центр власти, один центр принятия решения Вашингтона, округ Колумбия, в том числе, понятно, для территории России. Соответственно, они власть, а власть же гибкая, то есть, на любые мелкие шаги, они будут 10 мелких шагов делать навстречу, отменяющие эти шаги. Поэтому мы сходим из того, что это ничего не даст. Создали этот Совет, прошу нормальное решение, но оно не приведет к результату с точки зрения решения проблем безопасности. Это Совет безопасность региональной, не приведет к этому решению. То есть, это текучка бюрократической машины. Ну, как бы, чиновники же должны что-то делать, они что-то делают, но это не даст результат. То есть, мы по-прежнему будем там иметь беженцев, мы по-прежнему, да, их задают, может быть, их вопросы будут быстрее решаться, быстрее получат какие-то, кто-то же личный сертификат, кто-то кого-то переселит, кого-то разместят в пунктах временного проживания, кого-то раскидают по всей стране. Вот в Мурманске немало переселенцев, кстати, и беженцев из Донецка, Луганска, некоторых я просто, у меня просто есть в Мурманске, вот недавно ребенка я в школу собирал, ну, которая девочка приехала к бабушке в Мурманск, беженка. И, естественно, мы взяли кураторство, помогаем там, в школу собрать, там, еще что-то, таких очень много, и мы многими вещами такими занимаемся, по всем регионам. Страна России огромная, и понятно, что это все надо налаживать, помогать, и это хорошая работа, полезная и нужная, но она не приведет к победе, она вообще не о победе, то есть она о другом, важном, но не о победе. Победе, создание Государственного комитета обороны, ну, слушайте, ну, ведь разрешат американцы создать Государственный комитет обороны в сегодняшнем плане? Конечно же, нет. Ну, если даже у главнокомандующих, вот мы говорим, Путин, главнокомандующий, такое огромное уважение к нему, ну, у нас нету статусов закона главнокомандующих, это просто ничего не значащее наименование в Конституции, где оно есть, неотраженное в системе власти, то есть вообще никак неотраженное. То есть главнокомандующий даже не может войска водить, вот мы говорим, главнокомандующий это имеет право флотоводец, флоты водит, войска, даже это не может, потому что это нужно делать через специальные директивы, а у него нет формата директив, он не может принимать директив за главнокомандующего, он не может принимать обязательные решения ставки, например, просто нет, потому что это все не формат, а это некий механизм, прописанный в нормах права, в котором миллионы чиновников знают, что делать, когда этот документ. Поэтому он свои решения проводит через уговоры, допустим, министра обороны, а тот уже через приказы министерства, или через постановление правительства. Даже указы президента носят характер попросить или потребовать у кого-то принять какое-то решение. Если тот решение не примет, никакой ответственности за это у нас не предусмотрено. Тут как-то в Госдуме попытались принять закон об ответственности за неисполнение указов президента, так этот закон даже не был, по-моему, короче, даже не попытались его провести через Госдуму, хотя пытались это сделать. То есть, статуса даже нет. Ну и понятно, потому что сам президент не является органом власти. У нас законодательная, исполнительная, судебная власть. Он влиятельное лицо. Влиятельное лицо — это не власть. Это человек, создавший себя сам через свое уважение к нему, через государственное строительство, через разумный курс и так далее. Поэтому мы говорим, что да, мы сейчас подготовим закон о статусе главнокомандующего, в который погрузим командование стратегических сил Российской Федерации, выведя их из Генштаба с точки зрения управленческого процесса. Ну, представьте, руководитель Генштаба все время сидит в Ростове. Ему вообще для ядерных нацеливаний, стратегического оружия и так далее. Да нет, конечно. У него другие дела. На позициях портянки подать, снаряды, движение в войск. То есть ясно, что это должно быть отдельная вертикаль военной власти, замыкающая на кого-то. На главнокомандующего. Понятно, что на базе Министерства обороны. Но она должна быть отдельно. Ну и так далее. Я просто сейчас открываю некоторые элементы того, что мы предлагаем, как НОД. На самом деле у нас огромное количество предложений. Ну, просто чтобы было понятно, чем мы занимаемся в плане вот интеллектуальной подготовки и действий после победы НОД в цели быстрой реализации наших задач. Я имею в виду реформ НОД и победы в конфликте с Соединенными Штатами Америки. Но логика здесь именно такая. Наша задача общества, то есть национально-освоительных сил и штабов НОД, качать в обществе, как мы говорим, качать суверенитет, решение проблемы. То есть создавать понимание у как можно большего числа людей, что делать в момент начала национально-освоительного процесса. А щелчок к началу освоительного процесса будет пущен историей, жизнью в какой-то момент, который мы не знаем. В какой-то момент произойдет слом системы. Она поломается, сломается. Она очень хрупкая на самом деле. И власть в России очень хрупкая. И вот в этот момент пойдет процесс. Очень быстро, энергично, жестко. Вот с ошибками. Наша задача, чтобы их было как можно меньше. Чтобы мы подготовили действия не того, чтобы бумаги на коленке писать, а заранее все это было подготовлено. И вот когда пойдет процесс слома системы, и в этот момент этот процесс должен возглавить Путин, и он должен быть вооружен набором быстрых действий, которые мы ему, собственно, и готовим. И общество должно быть к этому готово, а не придумывать себе новых вождей и кумиров, которые на 100% будут американские шпионы. Ну да, общество должно быть готово, должно знать дорогу как минимум ближайший штаб национально-освободительного движения. Идеи, мы это и делаем. Мы же вооружили людей. Уровень так называемой узнаваемости, идеи ноты и нода реализуется через принцип работы наших штабов упоминаемости, доведения. Так вот этот уровень упоминаемости, доведения у нас около, по прошлому году, по-моему, было около двух миллиардов. То есть около двух миллиардов мы делаем просто такие расчеты, влияние процесса штабов именно, штабов конкретных людей, героев наших штабов. Я огромная благодарность сборщиков подписей, тех, кто распространяет газеты, редакции газеты и так далее. Два миллиарда – это цифра при 150 миллионам населения. Это гигантская цифра. То есть все знают. Некоторые делают вид, что не поняли, не знают. Но знают все. Просто эти знания не востребованы жизнью. А жизнь заставит их востребовать, когда жизнь даст такой пендаль, от которого человек так полетит по дороге, ломая то ли голову, то ли шею, то ли что-то еще. Что тут он уже не будет выбирать между разными лакомствами. Он будет спасать свою жизнь. Некоторые спасают свою шкуру. И вот в этот момент ему и понадобится идеологическая вооруженность через национально-освоительное движение. Я сейчас ничего не придумываю. Точно такие процессы были в 1941 году, в предыдущие, в 1612. То есть везде национально-освоительное движение поднималось от безысходности процесса. Не от разума и логики широких масс, я имею в виду. Понятно, что лидеры процесса, в данном случае это штабы национально-освоительного движения, они ну как бы в материале давно, уже 15 лет. А я имею в виду широкие массы. Вот они сейчас там, вот видите, 20% увеличилось развлечение, танцульки, кинотеатры, кафешки, веселуха, гулянки. Как сказать, ну кто не на них, у того, значит, работа, добыть деньги, кому-то еще что-то, им как бы не дает. Ну, ситуация мгновенно поменяется, и они будут искать спасение в себе и своей семье. И в этот момент, кроме НОД, им никто не даст этот спасательный круг. И вот в этом огромная заслуга наших героев, участников национально-освоительного процесса, штабов НОД, сборщиков подписей, распространительных газет, что они, работники, те, кто действуют, сражаются в интернете, что они, в принципе, ну мы же, в принципе, подготовили народ уже. Пикетчиков. Да, осталось только даже пикетчиков отдельная благодарность, потому что это, я вот сейчас говорил упоминаемость, а пикетчики у них там, наверное, у одних только упоминаемость, два миллиарда, понимаете, сколько там между ними, мимо них прошло людей, посмотрел на их плакат. Это отдельный счет, огромное им отдельное спасибо. Вот это, мы это делаем, мы это дожимаем до конца. Осталось то, что называется дожать в условиях военных действий, чтобы, собственно, благодаря, из-за нас американцы и опасаются. Посмотрите, последний марш на Вашингтон и сармат мобилей, вот эти, которые были где-то в далеком Магадане. Посмотрите, какие просмотры в сетях Соединенных Штатов Америки. Повсеместно, какие просмотры. Ну реально, то есть это просто очевидно, что вот так мы взяли за нерв и так его дёрнули. И вот они там, танцульки у них там свои в Парижах, Берлинах и Вашингтонах. Но в мозгах они помнят и понимают. Помнишь, что такое холодная война? Помнишь, что такое бомбоубежище? Мимо него-то они ходят у себя в Нью-Йорк, понимаете? Они это помнят. И здесь мы тоже подготовили их к мгновенному повороту общественного мнения. Ну естественно, после победы НОТ в Москве. Так что, что необходимо, НОТ сделан. НОТ на самом деле единственная структура, чтобы НОТ, которые реально подготовили победу в этом конфликте. Ну не от нас зависит дата этой победы. Это правда. Правда. Ильич пишет тут подписчик, НОТ лучше укрытие от бомбежек НАТО. Правда. Лучше, чтобы их вообще не было. Этих бомбежек НАТО. А для этого достаточно восстановить отечество и суверенитет нашего государства. Вот и все. Не будет никаких бомбежек. И все разбегутся. И то, что Путин говорил о том, что мы будем опять контролировать красные линии, ну тогда он говорил, 97-го года, все, наверное, произойдет. Все эти европейские швондеры просто разбегутся, как тараканы. Я думаю, все это понимают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...